Третья книга Моисеева, Левит, глава первая. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола, беспорока, пусть приведет ее к дверям скини и собрания, чтобы приобрести ему благоволение перед Господом, и возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение во очищение грехов его. И заколет тельца пред Господом. Сыны же Аароновы священники принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скини и собрания, и снимет кожу жертвы всесожжения и рассечет ее на части. Сыны же Аароновы священники положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова. И разложат сыны Аароновы священники части голову и туг на дровах, которые на огне на жертвеннике. А внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою и сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение жертва благоухание, приятное Господу. Если жертва всесожжения его из мелкого скота, из овец или из коз, пусть принесет ее мужеского пола без порока. И заколит ее пред Господом на северной стороне жертвенника. И сыны Аароновы священники покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон. И рассекут ее на части, отделив голову ее и туг ее. И разложат их священник на дровах, которые на огне на жертвеннике. А внутренности и ноги вымоет водою и принесет священник все и сожжет на жертвеннике. Это всесожжение, жертва благоухание, приятное Господу. Если же из птиц принесет он Господу всесожжение, пусть принесет жертву свою из горлиц или из молодых голубей. Священник принесет ее к жертвеннику и свернет ей голову, и сожжет на жертвеннике, а кровь выцедит к стене жертвенника. Зоб ее, с перьями ее, отнимет и бросит его подле жертвенника на восточную сторону, где пепел. И надломит ее в крыльях ее, не отделяя их, и сожжет ее священник на жертвеннике, на дровах, которые на огне. Это всесожжение, жертва благоухание, приятное Господу. Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее елея, и положит на нее ливана, и принесет ее к сынам Аароновым, священникам, и возьмет полную горсть муки с елеем и со всем ливаном, и сожжет сие священник в память на жертвеннике. Это жертва благоухание, приятное Господу. А остатки от приношения хлебного Аарону и сынам его, это великая святыня из жертв Господних. Если же приносишь жертву приношения хлебного из печного в печи, то приноси пшеничные хлебы пресные, смешанные с елеем, и лепешки пресные, помазанные елеем. Если жертва твоя приношение хлебное со сковороды, то это должна быть пшеничная мука, смешанная с елеем, пресная. Разломи ее на куски и влей на нее елея, это приношение хлебное. Если жертва твоя приношение хлебное из горшка, то должна сделать оное из пшеничной муки с елеем, и принеси приношение, которое из сего составлено Господу. Представь оное священнику, а он принесет его к жертвеннику. И возьмет священник из сей жертвы часть в память и сожжет на жертвеннике. Это жертва, благоухание, приятное Господу. А остатки приношения хлебного Аарону и сынам его. Это великая святыня из жертв Господних. Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу. Как приношение начатков приносите их к Господу, а на жертвенник не должно возносить их в приятное благоухание. Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль. Если приносишь Господу приношение хлебное из первых плодов, приноси в дар от первых плодов твоих из колосьев, высушенных на огне, растолченные зерна. И влей на них елея, и положи на них ливана. Это приношение хлебное. И сожжет священник в память часть зерен и елея со всем ливаном. Глава 3. Жертва Господу. Если жертва его жертва мирная, и если он приносит из крупного скота мужеского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока, и возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее у дверей скини и собрания, сыны же Аароновы, священники, покропят кровью на жертвенник со всех сторон. И принесет он из мирной жертвы в жертву Господу туг, покрывающий внутренности и весь туг, который на внутренностях, и обе почки и туг, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени с почками, он отделит это. И сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах, на огне. Это жертва благоухания, приятная Господу. А если из мелкого скота приносит он мирную жертву Господу, мужеского или женского пола, пусть принесет ее, не имеющую порока. Если из овец приносит он жертву свою, пусть представит ее пред Господа, и возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее пред скини ее собрания. И сыны Аароновы покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон. И пусть принесет из мирной жертвы в жертву Господу туг ее, весь курдюк, отрезав его по самую хребтовую кость, и туг, покрывающий внутренности, и весь туг, который на внутренностях, и обе почки и туг, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это. Священник сожжет это на жертвеннике, это пища огня, жертва Господу. А если он приносит жертву из коз, пусть представит ее пред Господа, и возложит руку свою на голову ее, и заколит ее пред скинией собрание, и покропят сыны Аароновы кровью ее на жертвенник со всех сторон, и принесет из нее в приношение в жертву Господу туг, покрывающий внутренности, и весь туг, который на внутренностях, и обе почки и туг, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени с почками он отделит это. И сожжет их священник на жертвеннике, это пища огня, приятное благоухание Господу, весь туг Господу. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших, никакого тука и никакой крови не ешьте. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грек свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе, и приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господа, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом, и возьмет священник помазанной крови тельца, и внесет ее в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит кровью семь раз пред Господом, пред завесою святилища, и возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, которые в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет под ножью жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания, и вынет из тельца за грех весь туг его, туг, покрывающий внутренности, и весь туг, который на внутренностях, и обе почки и туг, который на них, который на стегнах, и сальник на печени, с почками отделит он это, как отделяется из тельца жертвы мирной, и сожжет их священник на жертвеннике всесожжение. А кожу тельца, и все мясо его с головою и с ногами его, и внутренности его, и нечистоту его, всего тельца пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах, где высыпается пепел, там пусть сожжен будет. Если же все общество Израилева согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и будет виновна, то, когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех, и приведут его пред скинею собрания, и возложат старейшины общества руки свои на голову тельца пред Господом, и заколют тельца пред Господом, и внесет священник помазанной крови тельца в скинею собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит семь раз пред Господом пред завесою святилища, и возложит крови на роги жертвенника, который пред лицом Господнем в скинеи собрания, а остальную кровь вылит к подножию жертвенника всесожжений, который у входа в скинеи собрания, и весь туг его вынет из него и сожжет на жертвеннике, и сделает с тельцом то, что делается с тельцом за грех, так должен сделать с ним и очистит их священник, и прощено будет им, и вынесет тельца вне стана, и сожжет его так, как сожжет прежнего тельца, это жертва за грех общества, а если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповедей Господа Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козла без порока, и возложит руку свою на голову козла, и заколет его на месте, где заколаются всесожжения пред Господом, это жертва за грех, и возьмет священник перстом своим крови от жертвы за грех, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь его выльет к подножию жертвенника всесожжения, и весь туг его сожжет на жертвеннике, подобно как туг жертвы мирной, и так очистит его священник от греха его, и прощено будет ему. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за свой грех, которым он согрешил, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколют козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения, и возьмет священник крови ее перстом своим, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника, и весь туг ее отделит подобно, как отделяется туг из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу, и так очистит его священник, и прощено будет ему. А если из стада овец захочет он принести жертву за грех, пусть принесет женского пола без порока, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколет ее в жертву за грех на том месте, где заколают жертву всесожжения, и возьмет священник перстом своим крови от сей жертвы за грех, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника, и весь туг ее отделит, как отделяется туг овцы из жертвы мирной, и сожжет с ее священник на жертвеннике в жертву Господу, и так очистит его священник от греха, которым он согрешил, и прощено будет ему. Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен. Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняются, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том. Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу за грех, и очистит его священник от греха его. Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение. Пусть принесет их к священнику, и священник представит прежде ту из сих птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит, и покропит кровью сей жертвы за грех на стену жертвенника, а остальную кровь выцедит к подножию жертвенника, это жертва за грех. А другую употребит во всесожжение по установлению, и так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, и прощено будет ему. Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил десятую часть эфы пшеничной муки в жертву за грех, пусть не льет на нее елея, и ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех, и принесет ее к священнику, а священник возьмет из нее полную горсть в память и сожжет на жертвеннике в жертву Господу, это жертва за грех. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, в котором-нибудь из онных случаев, и прощено будет ему. Остаток же принадлежит священнику, как приношение хлебное. И сказал Господь Моисею, говоря, «Если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада овец овна без порока, по твоей оценке, серебряными сиклями по сиклю священному в жертву повинности, за ту святыню, против которой он согрешил, пусть воздаст и прибавит к тому пятую долю, и отдаст сие священнику, и священник очистит его овнам жертвы повинности, и прощено будет ему. Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным и понесет на себе грех, пусть принесет к священнику в жертву повинности овна без порока, по оценке твоей, и загладит священник проступок его, в чем он приступил по неведению, и прощено будет ему. Это жертва повинности, которую он провинился перед Господом. И сказал Господь Моисею, говоря, если кто согрешит и сделает преступление пред Господом и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат, то согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел, или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит, в день приношения жертвы повинности, и за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец овна без порока, по оценке твоей, и очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал все, в чем он сделался виновным. И сказал Господь Моисеев, говоря, «Заповедай Аарону и сынам его, вот закон всесожжения, всесожжение пусть остается на месте сжигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем, и пусть священник оденется в льняную одежду свою и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника, и пусть снимет с себя одежды свои, и наденет другие одежды, и вынесет пепел вне стана на чистое место. А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро, и раскладывает на нем всесожжение, и сожигает на нем туг мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике, и не угасает. Вот закон о приношении хлебном. Сыны Аароновы должны приносить его пред Господа к жертвеннику. И пусть возьмет священник горстью своею из приношения хлебного и пшеничной муки и елея, и весь ливан, который на жертве, и сожжет на жертвеннике. Это приятное благоухание в память перед Господом. А остальное из него пусть едят Аарон и сыны его. Пресным должно есть его на святом месте, на дворе скини и собрания, пусть едят его. Не должно печь его квасным. Сие даю я им вдолю из жертв моих. Это великая святыня, подобно как жертва за грех и жертва повинности. Все потомки Аароновы мужеского пола могут есть ее. Это вечный участок в роды вашей из жертв Господних. Все прикасающееся к ним осветится. И сказал Господь Моисею, говоря, Вот приношение от Аарона и сынов его, которые принесут они Господу в день помазания его. Десятая часть эфы пшеничной муки в жертву постоянную. Половина сего для утра и половина для вечера. На сковороде в елее она должна быть приготовлена. Напитанную елеем приноси ее в кусках, как разламываются в куски приношения хлебные. Приноси ее в приятное благоухание Господу. И священник помазанный на место его и сынов его должен совершать сие. Это вечный устав Господа. Вся она должна быть сожжена. И всякое хлебное приношение от священника все добудет сожигаемо, а не съедаемо. И сказал Господь Моисею, говоря, Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается всесожжение, эта великая святыня. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее, она должна быть съедаемая на святом месте, на дворе скини и собрания. Все, что прикоснется к мясу ее, осветится. И если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызганное омой на святом месте. Глиняный сосуд, в котором она варилась, должно разбить. Если же она варилась в медном сосуде, то должна его вычистить и вымыть водою. Весь мужеский пол священнического рода может есть ее, это великая святыня. А всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скиню собрания для очищения в святилище, не должна быть съедаемая, ее должна сожгать на огне. Вот закон о жертве повинности. Это великая святыня. Жертву повинности должно заколать на том месте, где заколается всесожжение, и кровью ее кропить на жертвенник со всех сторон. Приносящий должен представить из нее весь туг, курдюк и туг, покрывающий внутренности, и обе почки и туг, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками пусть он отделит сие. И сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва повинности. Весь мужеский пол священнического рода может есть ее. На святом месте должна есть ее эта великая святыня. Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которое он приносит, принадлежит священнику. И всякое приношение хлебное, которое печено в печи, и всякое, приготовленное в горшке или на сковороде, принадлежит священнику, приносящему его. И всякое приношение хлебное, смешанное с елеем, и сухое, принадлежит всем сынам Аароновым, как одному, так и другому. Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Кроме лепешек пусть он приносит в приношение свое квасный хлеб, при мирной жертве благодарной. Одно что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он в возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы. Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертва его должна есть в день приношения, и на другой день оставшиеся от нее есть можно. А оставшиеся от жертвенного мяса к третьему дню должно сжечь на огне. Если же будут есть мясо мирной жертвы на третий день, то она не будет благоприятна. Кто ее принесет, тому ни во что не вменится. Это осквернение. И кто будет есть ее, тот понесет на себе грех. Мясо сего, если оно прикоснется к чему-нибудь нечистому, не должно есть, но должно сжечь его на огне. А мясо чистое может есть всякий чистый. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. И если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, к нечистоте человеческой, или к нечистому скоту, или какому-нибудь нечистому гаду, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, никакого тука, ни из вола, ни из овцы, ни из козла, не ешьте. Тук из мертвого и тук из растерзанного зверем можно употреблять на всякое дело, а есть не ешьте его. Ибо кто будет есть тук из скота, который приносится в жертву Господу, истребится душа та из народа своего. И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших, ни из птиц, ни из скота. А кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа та из народа своего». «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу, своими руками должен он принести в жертву Господу, тук с грудью должен он принести, потрясая грудь пред лицом Господнем». Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его. «И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю. Ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудь потрясения и плечо возношения, и отдаю их Аарону священнику и сынам его вечный участок от сынов Израилевых. Вот участок Аарону и участок сынам его из жертв Господних со дня, когда они предстанут пред Господа для священодействия, который повелел Господь давать им со дня помазания их от сынов Израилевых. Это вечное постановление в роды их. Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной, который дал Господь Моисею на горе Синае, когда повелел сынам Израилевым в пустыне Синайской приносить Господу приношение их. И сказал Господь Моисею, говоря, возьми Аарона и сынов его с ним, и одежды, и елей помазания, и тельца для жертвы за грех, и двух овнов, и корзину опресноков, и собери все общество ко входу скинии собрания. Моисей сделал так, как повелел ему Господь, и собралось общество ко входу скинии собрания. И сказал Моисей к обществу, вот что повелел Господь сделать. И привел Моисей Аарона и сынов его, и омыл их водою, и возложил на него хитон, и опоясал его поясом, и надел на него верхнюю ризу, и возложил на него эфод, и опоясал его поясом эфода, и прикрепил им эфод на нем. И возложил на него наперстник, и на наперстник положил урим и тумим. И возложил на голову его кидар, а на кидар с передней стороны его возложил полированную дощечку диадиму святыни, как повелел Господь Моисею. И взял Моисей елей помазания, и помазал скинию и все, что в ней, и осветил это, и покрепил им на жертвенник семь раз, и помазал жертвенник, и все принадлежности его, и умывальницу, и подножие ее, чтобы осветить их. И возлил елей помазания на голову Аарона, и помазал его, чтобы осветить его. И привел Моисей сынов Аароновых, и одел их в хитоны, и опоясал их поясом, и возложил на них кидары, как повелел Господь Моисею. И привел тельца для жертвы за грех, и Аарон и сыны его возложили руки свои на голову тельца за грех. И заколол его, и взял крови, и перстом своим возложил на роги жертвенника со всех сторон, и очистил жертвенник, а остальную кровь вылил под ножи жертвенника, и осветил его, чтобы сделать его чистым. И взял весь туг, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и туг их, и сжег Моисей на жертвеннике. А тельца и кожу его, и мясо его, и нечистоту его сжег на огне вне стана, как повелел Господь Моисею. И привел Овна для всесожжения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову Овна. И заколол его Моисей, и покропил кровью на жертвенник со всех сторон. И рассек Овна на части, и сжег Моисей голову и части и туг, а внутренности и ноги вымыл водою, и сжег Моисей всего Овна на жертвеннике. Это всесожжение в приятное благоухание, это жертва Господу, как повелел Господь Моисею. И привел другого Овна, Овна посвящения, и возложили Овн и сыны его руки свои на голову Овна. И заколол его Моисей, и взял крови его, и возложил на край правого уха Ааронова и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И привел Моисей сынов Аароновых, и возложил кровью на край правого уха их, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, покропил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон. И взял туг и курдюк, и весь туг, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и туг их, и правое плечо, и из корзины с опресноками, которая пред Господом взял один опреснок, и один хлеб с елеем, и одну лепешку, и возложил на туг и на правое плечо. И положил все это на руки Аарону, и на руки сынам его, и принес это, потрясая, пред лицом Господним. И взял это Моисей с рук их, и сжег на жертвеннике со всесожжением. Это жертва посвящения в приятное благоухание, это жертва Господу. И взял Моисей грудь и принес ее, потрясая, пред лицом Господним, это была доля Моисеева, от овна посвящения, как повелел Господь Моисею. И взял Моисей елея помазание и крови, которая на жертвеннике, и покропил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним. И так осветил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним. И сказал Моисей Аарону и сынам его, сварите мясо у входа скини и собрания, и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения, как мне повелено и сказано. Аарон и сыны его должны есть его, а остатки мяса и хлеба сожгите на огне. Семь дней не отходите от дверей скини и собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего, ибо семь дней должно совершаться посвящение ваше. Как сегодня было сделано, так повелел Господь делать для очищения вас. У входа скини и собрания будьте день и ночь в продолжении семи дней, и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть, ибо так мне повелено от Господа Бога. И исполнил Аарон и сыны его все, что повелел Господь, через Моисея. В восьмой день призвал Моисей Аарона и сынов его, и старейшин Израилевых, и сказал Аарону. Возьми себе из валов тельца в жертву за грех и овна во всесожжение, обоих без порока, и представь пред лицо Господне. И сынам Израилевым скажи, возьмите козла в жертву за грех и тельца и агнца, однолетник без порока, во всесожжение, и вала и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицом Господнем, и приношение хлебное, смешанное с елеем, ибо сегодня Господь явится вам. И принесли то, что приказал Моисей пред скинию собрания, и пришло все общество и стало пред лицом Господнем. И сказал Моисей, вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господня. И сказал Моисей Аарону, приступи к жертвеннику, и соверши жертву твою о грехе и всесожжение твое, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь. И приступил Аарон к жертвеннику, и заколол тельца, который за него в жертву за грех. И сыны Аарона поднесли ему кровь, и он омочил перст свой в крови и возложил на роги жертвенника, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника. А туг и почки, и сальник на печени от жертвы за грех сжег на жертвеннике, как повелел Господь Моисею. Мясо же и кожу сжег на огне вне стана. И заколол всесожжение, и сыны Аарона поднесли ему кровь, он покропил ею на жертвенник со всех сторон. И принесли ему всесожжение в кусках и голову, и он сжег на жертвеннике, а внутренности и ноги омыл, и сжег со всесожжением на жертвеннике. И принес приношение от народа, и взял от народа козла за грех, и заколол его, и принес его в жертву за грех, как и прежнего, и принес всесожжение, и совершил его по уставу. И принес приношение хлебное, и наполнил им руки свои, и сжег на жертвеннике сверхутреннего всесожжения, и заколол вала и овна, которые от народа в жертву мирную. И сыны Аарона поднесли ему кровь, и он покропил ею на жертвенник со всех сторон. Поднесли и туг из вала, и из овна курдюк, и туг, покрывающий внутренности почки, и сальник на печени. И положили туг на грудь, и он сжег туг на жертвеннике. Грудь же и правое плечо принес Аарон, потрясая пред лицом Господним, как повелел Моисей. И поднял Аарону руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинюю собрание, и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвенники всесожжение и туг. И видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь. Аарон молчал. И позвал Моисей, Месаила, Илцафана, сынов Узиила, дядю Ааронова, и сказал им, «Пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан». И пошли и вынесли их, в хитонах их за стан, как сказал Моисей. Аарону же, и Елеазару, и Ифамару, сынам его, Моисей сказал, «Голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сжег Господь». И из дверей скини и собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазание Господня. И сделали по слову Моисея. И сказал Господь Аарону, говоря, «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного, и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея. И сказал Моисей Аарону, и Елеазару, и Ифамару, оставшимся сынам его. Возьмите приношение хлебное, оставшееся от жертв Господних, и ешьте его пресное у жертвенника, ибо это великая святыня. И ешьте его на святом месте, ибо это участок твой, и участок сынов твоих из жертв Господних. Так мне повелено от Господа. И грудь потрясания, и плечо возношения, ешьте на чистом месте ты, и сыновья твои, и дочери твои с тобою, ибо это дано в участок тебе, и в участок сынам твоим из мирных жертв сынов Израилевых. Плечо возношения и грудь потрясания должны они приносить с жертвами тука, потрясая пред лицом Господним. И да будет это вечным участком тебе и сыновьям твоим с тобою, как повелел Господь. И козла жертвы за грех искал Моисей, и вот он сожжен. И разгневался на Елеазара и Ифамара оставшихся сынов Аароновых, и сказал, «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом. Вот кровь ее не внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как повелено мне». Аарон сказал Моисею, «Вот сегодня принесли они жертву свою за грех и всесожжение свое пред Господом, и это случилось со мною. Если я сегодня съем жертву за грех, будет ли это угодно Господу?» И услышал Моисей «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря им, «Скажите сынам Израилевым, вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте. Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта, верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас, и тушканчика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас, и зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас, И свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас. Мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь, нечисты они для вас. Из всех животных, которые в воде, ешьте сих, у которых есть перья и чешуя, в воде, в морях ли или реках, тех ешьте. А все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли или реках, из всех плавающих в водах, из всего живущего в водах, скверны для вас. Они должны быть скверны для вас, мясо их не ешьте, и трупов их гнушайтесь. Все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас. Из птиц же гнушайтесь сих, орла, грифа и морского орла, коршуна и сокола с породою его, всякого ворона с породою его, страуса, совы, чайки и ястреба с породою его, филина, рыболова и ибиса, лебедя, пеликана и сипа, цапля, зуя с породою его, удода и нетопыря. Все животные, присмыкающиеся, крылатые, ходящие на четырех ногах, скверны для нас. Из всех присмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле. Сих ешьте из них, саранчу с породою ее, салам с ее породою, харгол с ее породою и хагаб с ее породою, всякое другое присмыкающееся, крылатая, у которого четыре ноги, скверна для вас. От них вы будете нечисты, всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. И всякий, кто возьмет труп их, должен омыть одежду свою, и нечист будет до вечера. Всякий скот, у которого копыта раздвоены, но нет глубокого разреза, и который не жует жвачки, нечист для вас. Всякий, кто прикоснется к нему, будет нечист. Из всех зверей четвероногих, те, которые ходят на лапах, нечисты для вас. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. Кто возьмет труп их, тот должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Вот что нечисты для вас из животных, присмыкающихся по земле. Крот, мышь, ящерица с ее породою, анака, хамелеон, литаа, хамет и тиншемет. Сии нечисты для вас из всех присмыкающихся. Всякий, кто прикоснется к ним мертвым, нечист будет до вечера. И все, на что упадет, которое-нибудь из них мертвое, всякий деревянный сосуд, или одежда, или кожа, или мешок, и всякая вещь, которая употребляется на дело, будут нечисты. В воду должно положить их, и нечисты будут до вечера. Потом будут чисты. Если же, которая-нибудь из них упадет в какой-нибудь глиняный сосуд, то находящийся в нем будет нечиста, и самый сосуд разбейте. Всякая пища, которую едят, на которой была вода из такого сосуда, нечиста будет. И всякое питье, которое пьют, во всяком таком сосуде нечиста будет. Все, на что упадет что-нибудь от трупа их, нечисто будет. Печь и очаг должны разломать, они нечисты, и они должны быть нечисты для вас. Только источники колодезь, вмещающие воду, остаются чистыми, а кто прикоснется к трупу их, тот нечист. И если что-нибудь из трупа их упадет на какое-либо семя, которое сеют, то оно нечисто. Если же тогда, как вода налита на семя, упадет на него что-нибудь от трупа их, то оно нечисто для вас. И когда умрет какой-либо скот, который употребляется вами в пищу, то прикоснувшийся к трупу его, нечист будет до вечера. И тот, кто будет есть мертвичину его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. И тот, кто понесет труп его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Всякое животное, присмыкающееся по земле, скверно для вас, не должно есть его. Всего ползающего на чреве и всего ходящего на четырех ногах, и многоножных из животных, присмыкающихся по земле, не ешьте, ибо они скверны. Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, присмыкающимся, и не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми. Ибо я, Господь, Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле, ибо я, Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, присмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого, и животных, которых можно есть, от животных, которых есть двенадцатая. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужеского пола, то она нечиста будет семь дней, как во дни страдания ее очищением она будет нечиста». В восьмой же день обрежется у него крайняя плоть его, и тридцать три дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих. Ни к чему священному не должна прикасаться и к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее. Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста две недели, и шестьдесят шесть дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих. По окончании дней очищения своего за сына или за дочь она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех, ко входу с киней собрания к священнику. Он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения кровей ее. Вот закон о родившей младенца мужеского или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Когда у кого появится на коже тела его опухоль или лишаи, или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону священнику или к одному из сынов его священников. Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленную в кожу тела его, то это язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым. А если на коже тела его пятно белое, но оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белые, то священник, имеющего язву, должен заключить на семь дней. В седьмой день священник осмотрит его, и если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие семь дней. В седьмой день опять священник осмотрит его, и если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым, это лишаи, и пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же лишаи станут распространяться по коже, после того, как он явился к священнику для очищения, то он вторично должен явиться к священнику. Священник, увидев, что лишаи распространяются по коже, объявит его нечистым. Это проказа. Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит, и если опухоль на коже белая, и волос изменился в белый, и на опухле живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его, и священник объявит его нечистым, и заключит его, ибо он нечист. Если же проказа расцветет на коже, и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое. Он чист. Когда же окажется на нем живое мясо, то он нечист. Священник, увидев живое мясо, объявит его нечистым. Живое мясо нечисто. Это проказа. Если же живое мясо изменится и обратится в белое, пусть он придет к священнику. Священник осмотрит его, и если язва обратилась в белое, священник объявит больного чистым. Он чист. Если у кого на коже тело был нарыв и зажил, и на месте нарыва появилась белая опухоль, или пятно белое или красноватое, то он должен явиться к священнику. Священник осмотрит его, и если оно окажется ниже кожи, и волос его изменился в белый, то священник объявит его нечистым. Это язвы проказы. Она расцвела на нарыве. Если же священник увидит, что волос на ней не бел, и она ниже кожи, и притом малоприметна, то священник заключит его на семь дней. Если она станет очень распространяться по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется, то это воспаление нарыва, и священник объявит его чистым. Или если у кого на коже тела будет ожог, и на зажившем ожоге окажется красноватое или белое пятно, и священник увидит, что волос на пятне изменился в белый, и оно окажется углубленным в коже, то это проказа. Она расцвела на ожоге, и священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же священник увидит, что волос на пятне не бел, и оно не ниже кожи, и притом малоприметна, то священник заключит его на семь дней. В седьмой день священник осмотрит его, и если оно очень распространяется по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется по коже, и притом малоприметно, то это опухоль от ожога. Священник объявит его чистым, ибо это воспаление от ожога. Если у мужчины или у женщины будет язва на голове или на бороде, и осмотрит священник язву, и она окажется углубленную в коже, и волос на ней желтоватый, тонкий, то священник объявит их нечистыми. Это паршивость. Это проказа на голове или на бороде. Если же священник осмотрит язву паршивости, и она не окажется углубленную в коже, и волос на ней не черный, то священник, имеющего язву паршивости, заключит на семь дней. В седьмой день священник осмотрит язву, и если паршивость не распространяется, и нет на ней желтоватого волоса, и паршивость не окажется углубленную в коже, то больного должно остричь, но паршивого места не остригать, и священник должен паршивого вторично заключить на семь дней. В седьмой день священник осмотрит паршивость, и если паршивость не распространяется по коже, и не окажется углубленную в коже, то священник объявит его чистым. Пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же после очищения его будет очень распространяться паршивость по коже, и священник увидит, что паршивость распространяется по коже, то священник пусть не ищет желтоватого волоса, он не чист. Если же паршивость остается в своем виде и показывается на ней волос черный, то паршивость прошла, он чист, священник объявит его чистым. Если у мужчины или женщины на коже тела их будут пятна, пятна белые, и священник увидит, что на коже тела их пятна бледно-белые, то это лишай, расцветший на коже, он чист. Если у кого на голове вылезли волосы, то это плешивый, он чист. А если на передней стороне головы вылезли волосы, то это лысый, он чист. Если же на плеши или на лысине будет белое или красноватое пятно, то на плеше его или на лысине его расцвела проказа. Священник осмотрит его, и если увидит, что опухоль язвы бела или красновато на плеше его или на лысине его, видом похоже на проказу кожи тела, то он прокаженный, не чист он. Священник должен объявить его нечистым, у него на голове язва. У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта. И до уст он должен быть закрыт, и кричать «Нечист! Нечист!» Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист. Нечист он, он должен жить отдельно, вне стана жилища его. Если язва проказы будет на одежде, на одежде шерстяной, или на одежде льняной, или на основе, или на утоке, из льна или шерсти, или на коже, или на каком-нибудь изделии кожаном, и пятно будет зеленоватое, или красноватое на одежде, или на коже, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, это язва проказы. Должно показать ее священнику. Священник осмотрит язву и заключит зараженное язвою на семь дней. В седьмой день осмотрит священник зараженное, а если язва распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по коже, или по какому-либо изделию, сделанному из кожи, то это проказа едкая, язва нечистая. Он должен сжечь одежду, или основу, или уток шерстяной, или льняной, или какую бы то ни было кожаную вещь, на которой будет язва, ибо это проказа едкая, должно сжечь на огне. Если же священник увидит, что язва не распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по какой бы то ни было кожаной вещи, то священник прикажет омыть то, на чем язва, и вторично заключить на семь дней. Если по омытии зараженной вещи священник увидит, что язва не изменила вида своего, и не распространилась язва, то она нечиста. Сожги ее на огне. Это выеденная емина на лицевой стороне, или наизнанке. Если же священник увидит, что язва по омытии ее сделалась менее приметна, то священник пусть оторвет ее от одежды, или от кожи, или от основы, или от утока. Если же она опять покажется на одежде, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это расцветающая язва. Сожги на огне то, на чем язва. Если же одежду, или основу, или уток, или какую-нибудь кожаную вещь вымоешь, и сойдет с них язва, то должна вымыть их вторично, и они будут чисты. Вот закон о язве проказы на одежде шерстяной, или льняной, или на основе, и на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, как объявлять ее чистою, или нечистой. И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот закон о прокаженном. Когда надобно его очистить, приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого двух птиц, живых, чистых, кедрового дерева, червленную нить и исопа, и прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живою водою. А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленную нить и исоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живою водою, и покропит на очищаемого от проказы семь раз, и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет чист, потом войдет в стан и пробудет семь дней вне шатра своего. В седьмой день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови глаз своих, все волосы свои обреет, и омоет одежды свои, и омоет тело свое водою, и будет чист. И в восьмой день возьмет он двух овнов без порока, и одну овцу однолетнюю без порока, и три десятых части эфы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное, и один лог елея. Священник очищающий поставит очищаемого человека с ним пред Господом у входа с киней собрания, и возьмет священник одного овна, и представит его в жертву повинности, и лог елея, и принесет это, потрясая пред Господом, и заколит овна на том месте, где заколают жертву за грех, и всесожжение, на месте святом, ибо сия жертва повинности, подобно жертве за грех, принадлежит священнику, это великая святыня, и возьмет священник крови жертвы повинности, и возложит священник на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, и возьмет священник из лога елея, и польет на левую свою ладонь, и омочит священник правый перст свой в елей, который на левой ладони его, и покрапит елеем с перста своего семь раз пред лицом Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности, а остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, и очистит его священник пред лицом Господа, и совершит священник жертву за грех, и очистит очищаемого от нечистоты его, после того заколит жертву всесожжение, и возложит священник всесожжение и приношение хлебное на жертвенник, и очистит его священник, и он будет чист. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет одного овна в жертву повинности для потрясания, чтобы очистить себя, и одну десятую часть эфы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное, и лог елея, и двух горлиц, или двух молодых голубей, что достанет рука его, одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и принесет их в восьмой день очищения своего к священнику ко входу скинии собрания пред лицо Господа. Священник возьмет овна жертвы повинности и луг Елея, и принесет это священник, потрясая пред Господом, и заколет овна в жертву повинности, и возьмет священник крови жертвы повинности и возложит на край правого уха очищаемого и на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, и нальет священник Елея на левую свою ладонь, и Елеем, который на левой ладони его, покропит священник с правого перста своего семь раз пред лицом Господним, и возложит священник Елея, который на ладони его, на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности, а остальной Елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, чтобы очистить его пред лицом Господа, и принесет одну из горлиц или одного из молодых голубей, что достанет рука очищаемого, из того, что достанет рука его, одну птицу в жертву за грех, а другую во всесожжение вместе с приношением хлебным и очистить священник очищаемого пред лицом Господа. Вот закон о прокаженном, который во время очищения своего не имеет достатка. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Когда войдете в землю ханаанскую, которую я даю вам во владение, и я наведу язву проказы на домы в земле владения вашего, тогда тот, чей дом должен пойти и сказать священнику, у меня на доме показалось как бы язва, священник прикажет опорожнить дом, прежде нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме. После сего придет священник осматривать дом. Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из зеленоватых или красноватых емин, которые окажутся углубленными в стене, то священник выйдет из дома к дверям дома и запрет дом на семь дней». В седьмой день опять придет священник, и если увидит, что язва распространилась по стенам дома, то священник прикажет выломать камни, на которых язва, и бросить их вне города на место нечистое. «А дом внутри пусть весь оскоблят, и обмазку, которую оскоблят, высыпят вне города на место нечистое, и возьмут другие камни, и вставят вместо тех камней, и возьмут другую обмазку, и обмажут дом. Если язва опять появится и будет цвести на доме после того, как выломали камни и оскоблили дом и обмазали, то священник придет и осмотрит, и если язва на доме распространилась, то это едкая проказа на доме, нечист он, «должно разломать сей дом, и камни его, и дерево его, и всю обмазку дома вынести вне города, на место нечистое. Кто входит в дом во все время, когда он заперт, тот нечист до вечера, и кто спит в доме том, тот должен вымыть одежды свои, и кто ест в доме том, тот должен вымыть одежды свои». Если же священник придет и увидит, что язва на доме не распространилась после того, как обмазали дом, то священник объявит дом чистым, потому что язва прошла. И чтобы очистить дом, возьмет он две птицы, кедрового дерева, червленую нить и исопа, и заколит одну птицу над глиняным сосудом, над живою водою, и возьмет кедровое дерево и исоп, и червленую нить, и живую птицу, и омочит их в крови птицы заколотой и в живой воде, и покропит дом семь раз, и очистит дом кровью птицы и живою водою, и живою птицею, и кедровым деревом, и исопом, и червленую нитью, и пустит живую птицу вне города, в поле, и очистит дом, и будет чист. Вот закон о всякой язве проказы и о паршивости, и о проказе на одежде, и на доме, и об опухоли, и о лишаях, и о пятнах, чтобы указать, когда это нечисто, и когда чисто. Глава пятнадцатая. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Объявите сынам Израилевым и скажите им, если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист. И вот закон о нечистоте его от истечения его. Когда течет из тела его истечение его. И когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота его. Всякая постель, на которой ляжет имеющий истечение, нечиста. И всякая вещь, на которую сядет, нечиста. И кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Кто сядет на какую-либо вещь, на которой сидел имеющий истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И кто прикоснется к телу, имеющего истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, И нечист будет до вечера. Если имеющий истечение плюнет на чистого, то сей должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякая повозка, в которой ехал имеющий истечение, нечиста будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к чему-нибудь, что было под ним, нечист будет до вечера. И кто понесет это, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, кому прикоснется имеющий истечение, не омыв рук своих водою, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Глиняный сосуд, которому прикоснется имеющий истечение, должно разбить, а всякий деревянный сосуд должно вымыть водою. А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе семь дней для очищения своего и вымыть одежды свои, и омыть тело свое живою водою, и будет чист. И в восьмой день возьмет он себе двух горлиц или двух молодых голубей, и придет пред лицо Господне ко входу с киней собрания, и отдаст их священнику. И принесет священник из сих птиц, одну в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его священник пред Господом от истечения его. Если у кого случится излияние семени, то он должен омыть водою все тело свое, и нечист будет до вечера. И всякая одежда, и всякая кожа, на которую попадет семя, должна быть вымыта водою, и нечиста будет до вечера. Если мужчина ляжет с женщиной, и будет у него излияние семени, то они должны омыться водою, и нечисты будут до вечера. Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то она должна сидеть семь дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера. И все, на чем она ляжет в продолжение очищения своего, нечиста, и всякий, кто прикоснется к постели ее, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к какой-нибудь вещи, на которой она сидела, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И если кто прикоснется к чему-нибудь на постели, или на той вещи, на которой она сидела, нечист будет до вечера. Если переспит с нею муж, то нечистота ее будет на нем. Он нечист будет семь дней, и всякая постель, на которой он ляжет, будет нечиста. Если у женщины течет кровь многие дни, не во время очищения ее, или если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как бы в продолжение очищения своего, она нечиста. Всякая постель, на которой она ляжет, во все время истечения своего, будет нечиста, подобно как постель в продолжении очищения ее. И всякая вещь, на которую она сядет, будет нечиста, как нечиста это во время очищения ее. И всякий, кто прикоснется к ним, будет нечист, и должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. А когда она освободится от истечения своего, тогда должна отсчитать себе семь дней, и потом будет чиста. В восьмой день возьмет она себе двух горлиц, или двух молодых голубей, и принесет их к священнику, ко входу с киней собрания. И принесет священник одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение. И очистит ее священник пред Господом от истечения нечистоты ее. Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди них. Вот закон об имеющем истечении и о том, у кого случится излияние семени, делающие его нечистым, и о страдающей очищением своим, и о имеющих истечении мужчине или женщине, и о муже, который переснадцатое. И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив пред лицо Господне, умерли. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу предкрышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке. Вот с чем должен входить Аарон во святилище, с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное добудет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает. Это священные одежды, и пусть омывает он тело свое водою и надевает их. И от общества сынов Израилевых пусть возьмет двух козлов в жертву за грех, и одного овна во всесожжение, и принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой. И возьмет двух козлов и поставит их пред лицом Господним у входа с киней собрания, и бросит Аарон об обоих козлах жребий, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения. И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя, и возьмет горящих угольев, полную кодильницу жертвенника, который пред лицом Господним и благовонного мелко истолченного курения полные горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть, и возьмет крови тельца, и покропит перстом своим на крышку спереди, и пред крышкою семь раз покропит кровью с перста своего, и заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и пред крышкою, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых, и от преступлений их, во всех грехах их. Так должен поступать он и со скинею собрания, находящуюся у них среди нечистот их. Ни один человек не должен быть в скине собрания, когда входит он для очищения святилища, до самого выхода его, и так очистит он себя, дом свой и все общество Израилева. И выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Господним, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на роги жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью с перста своего семь раз, и очистит его, и осветит его от нечистот сынов Израилевых. И совершив очищение святилища, скинеи собрания и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Ааром обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла. И отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. И войдет Аарон в скинею собрания, и снимет льняные одежды, которые надевал, входя во святилище, и оставит их там. И омоет тело свое водою на святом месте, и наденет одежды свои, и выйдет, и совершит всесожжение за себя, и всесожжение за народ, и очистит себя и народ, а туг жертвы за грех воскурит на жертвеннике. И тот, кто отводил козла для отпущения, должен вымыть одежды свои, омыть тело свое водою, и потом может войти в стан. А тельца за грех, и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон из стана, и сожгут на огне кожи их, и мясо их, и нечистоту их. Кто сожжет их, тот должен вымыть одежды свои, и омыть тело свое водою, и после того может войти в стан. И да будет сие для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца смиряйте души ваши, и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами, ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши, это постановление вечное. Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священодействовать ему вместо отца своего, и наденет он льняные одежды, одежды священные, и очистит святое святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. И да будет сие для вас вечным постановлением, очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, вот что повелевает Господь. Если кто из дома Израилева заколет тельца, или овцу, или козу в стане, или если кто заколет вне стана, и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы представить в жертву Господу преджилищем Господнем, то человеку тому внемлена будет кровь. Он пролил кровь, и истребится человек тот из народа своего. Это для того, чтобы приводили сыны Израилевы жертвы свои, которые они заколают на поле, чтобы приводили их пред Господа ко входу скинии собрания к священнику, и заколали их Господу в жертвы мирные, и покропить священник кровью на жертвенник Господень у входа скинии собрания, и воскурит туг в приятное благоухание Господу, чтобы они впредь не приносили жертв своих идолам, за которыми блудно ходят они. Сие да будет для них постановлением вечным в роды их. Еще скажи им, если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, приносит всесожжение или жертву, и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы совершить ее к Господу, то истребится человек тот из народа своего. Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Потому я и сказал сынам Израилевым, ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришелец, живущий между вами, не должен есть крови. Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которого можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землею, ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его. Потому я сказал сынам Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его, всякий, кто будет есть ее, истребится. И всякий, кто будет есть мертвичину или растерзанное зверем, туземец или пришлец должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера, а потом будет чист. И если же не вымоет одежд своих и не омоет тело своего, то понесет на себе беззаконие свое. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, Я, Господь, Бог ваш, по делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите, мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я, Господь, Бог ваш, соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я, Господь. Никто никакой родственницы по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я, Господь. Наготы отца Твоего и наготы матери Твоей не открывай. Она мать Твоя, не открывай наготы ее. Наготы жены отца Твоего не открывай. Это нагота отца Твоего. Наготы сестры Твоей, дочери отца Твоего или дочери матери Твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай наготы их. Наготы дочери сына твоего, или дочери дочери твоей, не открывай наготы их, ибо они твоя нагота. Наготы дочери жены отца твоего, родившейся от отца твоего, она сестра твоя по отцу, не открывай наготы ее. Наготы сестры отца твоего не открывай, она единокровная отцу твоему. Наготы сестры матери твоей не открывай, ибо она единокровная матери твоей. Наготы брата отца твоего не открывай, и к жене его не приближайся, она тетка твоя. Наготы невестки твоей не открывай, она жена сына твоего, не открывай наготы ее, наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего. Наготы жены и дочери ее не открывай, дочери сына ее и дочери дочери ее не бери, чтобы открыть наготу их, они единокровные ее, это беззаконие. Не бери жены вместе с сестрою ее, чтобы сделать ее соперницею, чтобы открыть наготу ее при ней, при жизни ее, и к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтобы открыть наготу ее, и с женою ближнего твоего не ложись, чтобы излить семя и оскверниться с нею. Из детей твоих не отдавай на служение Молоху, и не без чести имени Бога твоего, я Господь. Не ложись с мужчиною, как с женщиною, это мерзость, и ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него, и женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним, это гнусно. Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я возрел на беззаконии ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и осквернилась земля. Чтоб и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. И сказал Господь Моисею, говоря, Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш. Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните. Я, Господь, Бог ваш. Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я, Господь, Бог ваш. Когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение. В день жертвоприношения вашего и на другой день должно есть ее, оставшийся к третьему дню должно сжечь на огне. Если же кто станет есть ее на третий день, это гнусно, это не будет благоприятно. Кто станет есть ее, тот понесет на себе грех, ибо он осквернил святыню Господню, и истребится душа та из народа своего. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. И виноградника твоего не обирай дочисто, и попадавших ягод в винограднике не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу. Я, Господь, Бог ваш. Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. Не клянитесь именем моим во лжи и не бесчести имени Бога твоего. Я, Господь, не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злословь глухого и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего. Я, Господь. Не делайте неправды на суде. Не будь лицеприятен к нищему и не угождая лицу великого по правде суди ближнего твоего. Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я, Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего. Но люби ближнего твоего, как самого себя. Я, Господь. Уставы мои соблюдайте. Скота твоего не своди с иною породою. Поле твоего не засевай двумя родами семян. В одежду из разнородных нитей и шерсти и льна не одевайся. Если кто переспит с женщиною, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная, или свобода еще не дана ей, то должна наказать их, но не смертью, потому что она несвободная. И пусть приведет он к Господу ко входу с кинии собрания жертву повинности, овнов жертву повинности своей, и очистит его священник овном повинности пред Господом от греха, которым он согрешил, и прощен будет ему грех, которым он согрешил. Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. Три года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их. А в четвертый год все плоды его должны быть посвящены для празднец Господних. В пятый же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я, Господь, Бог ваш, не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте, не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твоей. Ради умершего не делайте нарезов на теле вашим и не накалывайте на себе письмен. Я, Господь. Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом. Субботы мои храните и святилище мое чтите. Я, Господь. Не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я, Господь, Бог ваш. Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего. Я, Господь. Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте его. Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я, Господь, Бог ваш. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, эфа верная и гин верный. Я, Господь, Бог ваш, Который вывел вас из земли египетской. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои и исполняйте их. Глава двадцатая. Господь. И сказал Господь Моисеев, говоря, скажи сие сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих молоху, тот да будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями. И я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. И если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих молоху, и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его и истреблю его из народа его и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед молоха. И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Освящайте себя и будьте святы, ибо я, Господь, Бог ваш, свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я, Господь, освящающий вас. Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем. Если кто будет прелюбодействовать с женою замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей и прелюбодейка. Кто ляжет с женою отца своего, тот открыл наготу отца своего. Оба они да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто ляжет с невесткой у своею, то оба они добудут преданы смерти, мерзость сделали они, кровь их на них. Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость, добудут преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее, это беззаконие. На огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Кто смесится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину. Да будут они преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам. Да будут они истреблены пред глазами сынов народа своего. Он открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он. Если кто ляжет с женою во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих. Оба они, да будут истреблены из народа своего. Наготы сестры матери твоей и сестры отца твоего не открывай, ибо таковой обнажает плоть свою, грех свой понесут они. Кто ляжет с теткою своею, тот открыл наготу дяди своего, грех свой понесут они, бездетными умрут. Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно, он открыл наготу брата своего, бездетны будут они. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои и исполняйте их, и не свергнет вас себя земля, в которую я веду вас жить. Не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них. И сказал я вам, вы владейте землею их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я, Господь, Бог ваш, Который отделил вас от всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицею и всем присмыкающимся по земле, что отличил я как нечистые. Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Мужчина или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти, камнями должно побить их, кровь их двадцать первая. И сказал Господь Моисею, объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им, да они оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего, Только к ближнему родственнику своему, к матери своей и к отцу своему, к сыну своему и дочери своей, к брату своему и к сестре своей, девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. И прикосновением к кому бы то ни было в народе своем, не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем. Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы. Они не должны брать за себя блудницу и опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему. Святи его, ибо он приносит хлеб Богу твоему, да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас. Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего, огнем должна сжечь ее. Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазания, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих, и никакому умершему не должен он приступать. Даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя. И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего, ибо освящение елеем помазания Бога его на нем. Я, Господь. В жену он должен брать девицу. Вдову или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жену. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я, Господь, освящающий его. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону». Никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука. Ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами. Ни один человек из семени Аарона священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу, недостаток на нем. Поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Хлеб Бога своего из великих святынь, и из святынь он может есть. Но к завесе не должен он приходить, и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем. Не должен он бесчестить святилище моего, ибо я Господь, освящающий их. И объявил это Моисей Аарону и сынам его, и всем сынам двадцати вторая. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, чтобы они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых, и не бесчестили святого имени моего в том, что они посвящают мне, я Господь. Скажи им, если кто из всего потомства вашего, в роды вашей, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящают сыны Израилевы Господу, то истребится душа та от лица моего, я Господь. Кто из семени Ааронова прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится. И кто прикоснется к чему-нибудь нечистому, от мертвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, какое бы то ни было нечистотою, тот, прикоснувшийся к сему, нечист будет до вечера, и не должен есть святынь, прежде, нежели омоет тело свое водою. Но когда зайдет солнце, и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища. Мертвичины и звероядины он не должен есть, чтобы не оскверниться этим, я Господь. Да соблюдают они повеления мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушат сие, я Господь, освящающий их. Никто посторонний не должен есть святыни, поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни. Если же священник купит себе человека за серебро, то сей может есть оною. Так же и домочадцы его могут есть хлеб его. Если дочь священника выйдет в замужество за постороннего, то она не должна есть приносимых святынь. Когда же дочь священника будет вдова или разведенная, и детей нет у нее, и возвратится в дом отца своего, как была в юности своей, тогда она может есть хлеб отца своего, а посторонний никто не должен есть его. Кто по ошибке съест что-нибудь из святыни, тот должен отдать священнику святыню, и приложить к ней пятую ее долю. Священники сами не должны порочить святыни сынов Израилевых, которые они приносят Господу, и не должны навлекать на себя вину в преступлении, когда будут есть святыни свои, ибо я Господь, освящающий их. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, если кто из дома Израилева, или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, по обету ли какому, или по усердию приносит жертву свою, которую приносят Господу во все сожжение, то, чтобы с ним приобрести благоволение от Бога, жертва должна быть без порока, мужеского пола, из крупного скота, из овец и из коз. Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение, и если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет или по усердию, из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу. Никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого, или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите Господу, и в жертву не давайте их на жертвенник Господень. Тельца и агнца с членами несоразмерно длинными или короткими в жертву усердие принести можешь, а если по обету, то это не угодно будет Богу. Животного, у которого ядра раздавлены, разбиты, оторваны или вырезаны, не приносите Господу, и в земле вашей не делайте сего. И из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу нашему, потому что на них повреждения, порог на них, не приобретут они вам благоволения. И сказал Господь Моисею, говоря, «Когда родится теленок или ягненок или козленок, то семь дней он должен пробыть при матери своей, а от восьмого дня и далее будет благоугоден для приношения в жертву Господу. Но ни коровы, ни овцы не заколайте в один день с порождением ее. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должно съесть ее. Не оставляйте от нее до утра. Я Господь. И соблюдайте заповеди Мои и исполняйте их. Я Господь. Не бесчестите святого имени Моего, чтоб я был святым среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтоб быть вашим Богом. Я двадцать третье. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священное собрание. Вот праздники Мои. Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя. Священное собрание никакого дела не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священное собрание, которое вы должны созывать в свое время. В первый месяц, в четырнадцатый день месяца, вечером, Пасха Господня. И в пятнадцатый день того же месяца праздник опресноков Господу. Семь дней ешьте опресноки. В первый день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в течение семи дней приносите жертвы Господу. В седьмой день также священное собрание. Никакой работы не работайте. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то приносите первый сноб жатвы вашей к священнику. И он вознесет этот сноб пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего беспорока и с ним хлебного приношения две десятых части эфы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание и возлияние к нему четверть гина вина. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, семь полных недель. До первого дня после седьмой недели отсчитайте пятьдесят дней и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите два хлеба возношения, которые должны состоять из двух десятых частей эфы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте семь агнцев без порока, однолетних и из крупного скота одного тельца и двух овнов, да будет это во всесожжение Господу и хлебное приношение и возлияние к ним в жертву в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из стада коз одного козла в жертву за грех и двух однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая пред Господом, вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с двумя агнцами, и это будет святынею Господу, священнику, который приносит, это принадлежит. И созывайте народ в сей день, священное собрание да будет у вас, никакой работы не работайте, это постановление вечное во всех жилищах ваших в роды ваши. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожиная до края поля твоего, когда жнешь, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, бедному и пришельцу оставь это, я Господь Бог ваш. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым в седьмой месяц, в первый день месяца да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание, никакой работы не работайте и приносите жертву Господу». И сказал Господь Моисею, говоря, «Также в девятый день седьмого месяца сего день очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и приносите жертву Господу». Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего, а всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. И если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю тут душу из народа ее. Никакого дела не делайте, это постановление вечное в роды ваши во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца от вечера до вечера празднуйте субботу вашу. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, с пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник кущий, семь дней Господу, в первый день священное собрание, никакой работы не работайте, в течение семи дней приносите жертву Господу, восьмой день священное собрание добудет у вас, и приносите жертву Господу, это отдание праздника, никакой работы не работайте. Вот праздники Господни, в которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, заколаемое жертвы и возлияние, каждое в свой день, кроме суббот Господних и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. А в пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы собираете произведение земли, празднуйте праздник Господень семь дней. В первый день покой и в восьмой день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколистных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней, и празднуйте этот праздник Господень семь дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В седьмой месяц празднуйте его. В кущах живите семь дней. Всякий туземец израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь Бог ваш. И объявил Моисей сынам израилевым о праздниках двадцать четвертая. И сказал Господь Моисею говоря, прикажи сынам израилевым, чтобы они принесли тебе елея чистого, выбитого для священия, чтобы непрестанно горел светильник. Вне завесы ковчега откровения в скинии собрания, а рон и сыны его должны ставить оный пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши. На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда. И возьми пшеничной муки, и испеки из нее двенадцать хлебов, в каждом хлебе должны быть две десятых эфы, и положи их в два ряда по шести в ряд на чистом столе пред Господом, и положи на каждый ряд чистого ливана, и будет это при хлебе, в память в жертву Господу. В каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых, это завет вечный, они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних, это постановление вечное. И вышел сын одной израильтянки, родившийся от египтянина, к сынам Израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. И хулил сын израильтянки имя Господне и злословил, и привели его к Моисею, и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня. И сказал Господь Моисею, говоря, выведи злословившего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой, и хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество. Пришлец ли, туземец ли станет хулить имя Господне, предан будет смерти. Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, скотину за скотину. Кто сделает повреждением на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал, перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, а кто убьет человека, того должно предать смерти. Один суд должен быть у вас, как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь Бог ваш. И сказал Моисей сынам Израилевым, и вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями, и сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею. И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им, «Когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. Шесть лет засевай поле твое, и шесть лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их, а в седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградник твоего не обрезывай, что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай, да будет это год покоя земли, и будет это в продолжение субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя, и скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу, и насчитай себе семь субботних лет, семь раз по семи лет, чтобы было у тебя в семи субботних годах сорок девять лет, и вострубить трубою в седьмой месяц, в десятый день месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей, и осветите пятидесятый год, и объявите свободу на земле всем жителям ее, да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя, пятидесятый год, да будет у вас юбилей, не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с не обрезанных лоз ее, ибо это юбилей, священным да будет он для вас, с поля ещи произведение ее, в юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое, если будешь продавать что ближнему твоему, или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга, по расчислению лет после юбилея, ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода, он должен продавать тебе, если много остается лет, умножь цену, а если мало лет остается, уменьши цену, ибо известное число лет жатв, он продает тебе, не обижайте один другого, бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш, исполняйте постановления мои, и храните законы мои, и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле, и будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней, если скажете, что же нам есть в седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших, я пошлю благословение мое на вас в шестой год, и он принесет произведений на три года, и будете сеять в восьмой год, но есть будете произведения старые до девятого года, доколе не поспеют произведения его, будете есть старые, землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, вы пришельцы и поселенцы у меня, по всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли, если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его, если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое. Если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им остается в руках покупщика до юбилейного года, а в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое. Если кто продаст жилой дом в городе, огражденном стеною, то выкупить его можно до истечения года от продажи его, в течение года выкупить его можно. Если же не будет он выкуплен до истечения целого года, то дом, который в городе, имеющем стену, останется навсегда укупившего его, в роды его, в юбилей не отойдет от него. А домы в селениях, вокруг которых нет стены, должно считать наравне с полем земли, выкупать их можно и в юбилей они отходят. А города левитов, домы в городах владения их, левитам всегда можно выкупать. А кто из левитов не выкупит, то проданный дом в городе владения их в юбилей отойдет, потому что домы в городах левитских составляют их владения среди сынов израилевых, и полей вокруг городов их продавать нельзя, потому что это вечное владение их. Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришлец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою. Не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего, чтоб жил брат твой с тобою. Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю ханаанскую, чтобы быть вашим Богом. Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской, он должен быть у тебя как наемник, как поселенец, до юбилейного года пусть работает у тебя, а тогда пусть отойдет он от тебя сам и дети его с ним и возвратится в племя свое и вступит опять во владение отцов своих, потому что они мои рабы, которых я вывел из земли египетской, не должно продавать их, как продают рабов. Не господствуй над ним с жестокостью и бойся Бога твоего, а чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, то покупайте себе раба и рабыню у народов, которые вокруг вас. Также и из детей поселенцев, поселившихся у вас, можете покупать и из племени их, которые у вас, которое у них родилось в земле вашей, и они могут быть вашей собственностью. Можете передавать их в наследство и сынам вашим по себе как имение, вечно владейте ими как рабами, а над братьями вашими, сынами израилевыми, друг над другом не господствуйте с жестокостью. Если пришлец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой пред ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его, кто-нибудь из братьев его должен выкупить его, или дядя его, или сын дяди его должен выкупить его, или кто-нибудь из родства его, из племени его должен выкупить его, или если будет иметь достаток, сам выкупится, и он должен рассчитаться с купившим его, начиная от того года, когда он продал себя, до года юбилейного, и серебро, за которое он продал себя, должно отдать ему по числу лет, как временный наемник он должен быть у него, и если еще много остается лет, то по мере их он должен отдать выкуп за себя серебро, за которое он куплен, если же мало остается лет, до юбилейного года, то он должен сосчитать их по мере лет отдать за себя выкуп, он должен быть у него как наемник во все годы, он не должен господствовать над ним с жестокостью в глазах твоих, если же он не выкупится таким образом, то в юбилейный год отойдет сам и дети его с ним, потому что сыны Израилевы – мои рабы, они – мои рабы, которых я вывел из земли египетской, я, Господь, двадцать шестая. Не делайте себе кумиров и извояний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться перед ними, ибо я, Господь, Бог ваш. Субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите, я, Господь. Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произведения свои, и дерева полевые дадут плод свой. И молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей, и будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча. Призрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами, и будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового, и поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим богом, а вы будете моим народом. Я Господь ваш, который вывел вас из земли египетской, чтоб вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с поднятую головою. Если же не послушаете меня, и не будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите мои постановления, если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. Обращу лицо мое на вас, и падете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами. Если и при всем том не послушаете меня, то я всемиро увеличу наказание за грехи ваши, и сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю как железо, и землю вашу как медь, и напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастаний своих, и дерева земли не дадут плодов своих. Если же после сего пойдете против меня и не захотите слушать меня, то я прибавлю вам ударов всемиро за грехи ваши. Пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш и вас уменьшат, так что опустеют дороги ваши. Если и после сего не исправитесь и пойдете против меня, то и я пойду против вас, и поражу вас всемиро за грехи ваши, наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет. Если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в руки врага. Хлеб, подкрепляющий человека, истреблю у вас. Десять женщин будут печь хлеб ваш в одной печи и будут отдавать хлеб ваш весом. Вы будете есть и не будете сыты. Если же и после сего не послушаете меня, и пойдете против меня, то и я в ярости пойду против вас, и накажу вас всемиро за грехи ваши. И будете есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей ваших будете есть. Разорю высоты ваши, и разрушу столбы ваши, и повергну трупы ваши на обломки идолов ваших, и возгнушается душа моя вами. Города ваши сделаю пустынею, и опустошу святилище ваши, и не буду обонять приятного благоухания жертв ваших. Опустошу землю вашу, так что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней. А вас рассею между народами, и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены. Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои, во все дни запустения своего. Когда вы будете в земле врагов ваших, тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы свои. Во все дни запустения своего будет она покоиться, сколько ни покоилась в субботы ваши, когда вы жили на ней. Оставшимся из вас пошлю в сердца робость в земле врагов их, и шум колеблющегося листа погонят их, и побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует. И споткнутся друг на друга, как от меча, между тем, как никто не преследует, и не будет у вас силы противостоять врагам вашим. И погибнете между народами, и пожрет вас земля врагов ваших, а оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших, и за беззакония отцов своих исчахнут. Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня. За что и я шел против них, и ввел их в землю врагов их, тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззакония свои. И я вспомню завет мой с Иаковом, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом, вспомню и землю вспомню. Тогда как земля оставлена будет ими, и будет удовлетворять себя за субботы свои, опустев от них, и они будут терпеть за свое беззаконие, за то, что презирали законы мои, и душа их гнушалась постановлениями моими. И тогда как они будут в земле врагов их, я не призрю их, и не возгнушаюсь ими до того, чтоб истребить их, чтоб разрушить завет мой с ними, ибо я Господь Бог их. Вспомню для них завет с предками, которых вывел я из земли египетской пред глазами народов, чтоб быть их Богом, я Господь. Вот постановления и определения и законы, которые поставил Господь между собою и между сынами Израилевыми на горе Синае, глава через двадцать седьмая. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если кто дает обет посвятить душу Господу по оценке твоей, то оценка твоя мужчине от двадцати лет до шестидесяти должна быть пятьдесят сиклей серебряных по сиклю священному. Если же это женщина, то оценка твоя должна быть тридцать сиклей. От пяти лет до двадцати оценка твоя мужчине должна быть двадцать сиклей, а женщине десять сиклей, а от месяца до пяти лет оценка твоя мужчине должна быть пять сиклей серебра, а женщине оценка твоя три сикля серебра. От шестидесяти лет и выше мужчине оценка твоя должна быть пятнадцать сиклей серебра, а женщине десять сиклей. Если же он беден и не в силах отдать по оценке твоей, то пусть представит его священнику, и священник пусть оценит его. Соразмерно с состоянием давшего обет пусть оценит его священник. Если же то будет скот, который приносит в жертву Господу, то все, что дано Господу, должно быть свято, не должно выменивать его и заменять хорошее худым или худое хорошим. Если же станет кто заменять скотину скотиною, то и она, и замен ее будет святынею. Если же то будет какая-нибудь скотина нечистая, которую не приносят в жертву Господу, то должно представить скотину священнику. И священник оценит ее, хороша ли она или худа, и как оценит священник, так и должно быть. Если же кто хочет выкупить ее, то пусть прибавит пятую долю к оценке твоей. Если кто посвящает дом свой в святыню Господу, то священник должен оценить его, хорош ли он или худ, и как оценит его священник, так и состоится. Если же посвятивший захочет выкупить дом свой, то пусть прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и тогда будет его. Если поле из своего владения посвятит кто Господу, то оценка твоя должна быть по мере посева, за посев хомера ясминя, пятьдесят сиклей серебра. Если от юбилейного года посвящает кто поле свое, должно состояться по оценке твоей. Если же после юбилея посвящает кто поле свое, то священник должен рассчитать серебро по мере лет, оставшихся до юбилейного года, и должно убавить из оценки твоей. Если же захочет выкупить поле, посвятивший его, то пусть он прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и оно останется за ним. Если же он не выкупит поле и будет продано поле другому человеку, то уже нельзя выкупить. Поле то, когда оно в юбилей отойдет, будет святынею Господу, как бы поле заклятое, священнику достанется оно во владение. А если кто посвятит Господу поле купленное, которое не из полей его владения, то священник должен рассчитать ему количество оценки до юбилейного года, и должен он отдать по расчету в тот же день, как святыню Господню. Поле же в юбилейный год перейдет опять к тому, у кого куплено, кому принадлежит владение той земли. Всякая оценка твоя должна быть по сиклю священному, двадцать гер должно быть в сикле. Только первенцев и скота, которые по первенству принадлежат Господу, не должен никто посвящать, вол или то, или мелкий скот, Господни они. Если же скот не чистый, то должно выкупить по оценке твоей, и приложить к тому пятую часть, если не выкупят, то должно продать по оценке твоей. Только все заклятое, что под заклятием отдает человек Господу и своей собственности, человека ли, скотину ли, поле ли своего владения, не продается и не выкупается. Все заклятое есть великая святыня Господня. Все заклятое, что заклято от людей, не выкупается, оно должно быть предано смерти. И всякая десятина на земле, из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу, это святыня Господня. Если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю, и всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, то, что проходит под жезлом, десятое, должно посвящать Господу. Не должно разбирать, хорошее ли то, или худое, и не должно заменять его. Если же кто заменит его, то и само оно, и замен его будет святынею, и не может быть выкуплено. Вот заповеди, которые заповедал Господь Моисею для сынов Израилевых на горе Синае. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok